МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сводка криминальной обстановки в городе. Отчётный концерт театра песни «Шанс». А сейчас о бытиях и других событиях подробнее. 20 ноября в России отмечается День правовой защиты детей. Впервые в России он проходил в 2013 году. В этот день принято проводить приём граждан и бесплатное правовое консультирование по вопросам опеки и прав детей, детей-сирот, родителей, опекунов, приёмных семей. Воспитать патриотические чувства у детей, любовь к своему городу, гордость за свою страну – важная задача для учителей и родителей. О том, как справляются с этой задачей в школе номер три, смотрите в нашем первом сюжете. 17 ноября в третьей школе состоялся литературно-музыкальный фестиваль «Город воплощённых грёз». Он стал продолжением цикла встреч в рамках проекта «Слава Созидателям» и был посвящён первостроителям нашего города, 35-летию пуска первого энергоблока Смоленской АЭС и 25-летию концерна «Росэнергоатом». На фестиваль были приглашены герои конкурса «Слава Созидателям» ветераны труда Нина Попова и Геннадия Авдюшин. Для этого торжественного дня школьники подготовили целую концертную программу, в которую вошли чтение стихов, исполнение песен о родине и яркие танцевальные композиции. Директор школы Раиса Ивановна поблагодарила ребят за участие в фестивале и совместно с Геннадием Авдюшиным вручила грамоты и подарки участникам. О том, насколько важны подобные мероприятия для подрастающего поколения, нам рассказала заместитель директора по воспитательной работе Наталья Куприенко. Данный фестиваль мы готовили в рамках проекта «Слава Созидателям». Я думаю, что дети должны знать историю своей малой родины, гордиться своими земляками. Концертная программа очень понравилась юным зрителям. Они ушли в приподнятом настроении. Мне очень понравился концерт. Все ребята молодцы, и мне кажется, что все хорошо выступили. Мне понравилось выступление всех классов, все постарались. Но больше всего свой понравилось, если честно. Молодцы ребята, хорошо подготовились. Мне очень понравился фестиваль. Я думаю, что и всем остальным зрителям тоже. Больше всех мне понравился шестой класс. Очень хорошо выступили. Было очень весело и интересно. Проект «Слава Созидателям» продолжает свою работу и надежно закрепился в нашем городе. Смоленщина готовится к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В областном центре в этом направлении идет планомерная работа. Согласно законодательству, появится региональный оператор, который будет осуществлять всю цепочку действий – сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение отходов. Уже сейчас в регионе 16 полигонов включены в госреестр и принимают отходы. Закрыты санкционированные, но не соответствующие природоохранному законодательству свалки. В соответствии с новыми правилами, с января следующего года каждый регион должен начать поэтапный переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Захоронение полезных отходов будет запрещено. В списке более 180 наименований, такие как бумага, лампы, резина, телефоны и модемы. Территориальной схемой обращения с отходами предусмотрено разделение области на два кластера – западный Смоленский и восточный Вяземский. 15 ноября в информационном центре Смоленской АЭС Нейтрино прошла педагогическая конференция, на которой педагоги Десногорска и Рославля обсудили вопросы экологии. Подробности далее. В мероприятии приняли участие свыше 50 учителей. На конференции специалисты Смоленской АЭС рассказали педагогам о работе атомной станции, обеспечении радиационной безопасности на территории ее расположения, а также о реализуемых природоохранных мероприятиях. Мы участвуем в корпоративных экологических конкурсах. В 2015 году в конкурсе по показателям охраны окружающей среды мы заняли первое место, а в 2016 году – второе место. И в конце прошлого года Смоленская АЭС была удостоена наградой экологически образцового предприятия «Росатом». Не забывает руководство госкорпорации «Росатом» и Смоленская АЭС и о социальном. В 2017 году будет экология. И благодаря тому, что действительно станция берет очень большое внимание этому вопросу, мы в этом году вместе с отделом охраны окружающей среды, вместе с лабораторией ООК, вместе с теми лицами, которые заинтересованы на станции, провели уже много мероприятий, связанных именно с объяснением того, что делает станция в вопросах экологии. Вопросы госкорпорации, консервы, Росатом – они распространятся не только на те объекты, которые входят непосредственно в атомную подвеску, но и на территорию расположения. У нас, начиная с 2013 года, и город Росатом, и Росатом, и город Десногорск участвуют в проектах, в социальных проектах, ассоциации территории расположения этой станции, это фонд «Росатом». Благодаря победам в социальных конкурсах госкорпорации «Росатом», образовательные и культурные учреждения Десногорска, Рославля и Рославского района смогли улучшить свои образовательные базы и выполнить ремонт зданий и своих спортивных объектов. Смолянам предложат бесплатно провериться на ВИЧ в Смоленской области. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом пройдут акции, участники которых смогут бесплатно и анонимно провериться на ВИЧ-инфекцию. Также всех желающих проконсультируют на тему болезни. Акция состоится 23 ноября. В этот день на площадке у памятника Фёдору Коню. В Смоленске горожан ждет не только бесплатная проверка на вирус и консультации специалистов, но и конкурсы. Криминальные новости. В Смоленске мастера по ремонту квартир забили до смерти на объекте. 15 ноября мужчина пришел к заказчикам и попал на их разъявленного гостя. Ранее судимый Смоленин, используя незначительный повод, вступил с отделочником в конфликт и жестоко избил его. Потерпевший ушел домой, где от полученных телесных повреждений скончался. Подозреваемый задержан. В ближайшее время следователь будет хататайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 105 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 86 административных правонарушений, в том числе 76 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортно-средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечено 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 5 человек. Немного о культурной жизни нашего Атомграда. 15 ноября в реабилитационно-досуговом центре Смоленской АЭС коллектив театра «Песни Шанс» представил на суд десногорцев свой отчетный концерт. Подробности далее. В зале, как и обычно, на концертах этого коллектива свободных мест мало. У десногорского зрителя он пользуется популярностью. В этот раз на суд творческий коллектив представил отчетную концертную программу «Здравствуй, песня», в которую вошли 19 сольных номеров. Это наш отчетный концерт. Традиционно он проходит у нас осенью, в октябре или в ноябре. Но в этом году еще совпало у нас с юбилеем нашей атомной станции. Поэтому у нас в рамках юбилея атомной станции прошел этот концерт. А выступали мои дети, старшая и младшая группа. Коллектив «Шанс» – это большая дружная семья, в которой вокалом занимаются как взрослые, так и дети. Две детских группы – старшая и средняя – насчитывают 25 воспитанников. А взрослые – это в основном работники Смоленской атомной электростанции – 8 человек. Каждый концерт этого коллектива – яркий, незабываемый праздник для наших горожан. И в завершении выпуска новости спорта. 16 ноября отметили Всероссийский день самбо. Смоленская область впервые примкнула к акции, в которой ежегодно участвуют более 70 регионов. Идея сделалась из фестиваля единоборств. Полноценный праздник появился несколько лет назад. На фестивале самбо в Смоленске помимо показательных выступлений и поздравлений, отличившихся, состоялся турнир для самых маленьких. В нем приняли участие около 100 спортсменов из Смоленского и соседнего регионов. А в минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном центре Десна прошли соревнования по бадминтону. В первенстве города приняли участие более 40 десногорских спортсменов. На этих соревнованиях впервые юные бадминтонисты смогли сыграть со взрослыми спортсменами и получить колоссальный опыт. Все победители и призеры были отмечены почетными грамотами, медалями и ценными призами. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин